У папы и мам разные взгляды на воспитание детей. Что делать в этом случае, смотрите в этом видео. Я думаю, что вам знакома ситуация, при которой мы говорим, муж неправильно воспитывает детей, или жена неправильно воспитывает детей, или бабушка неправильно воспитывает своих внуков. И мы прям злимся в этот момент, или отчаиваемся, мы не соглашаемся, нам хочется с этим бороться. Это классика. Идея того, что есть какой-то один правильный способ воспитания детей, утопична. А почему утопична? А потому что мужчины и женщины несут разный контекст. А если муж и жена еще из разных стран выросли в разных культурах, это вообще практически невозможно. А может быть разные вероисповедания у мужа и жены. Но как сделать что-то среднеарифметическое из этого? Это невозможно. В чем корень этой проблемы? Корень в неуважении к своему партнеру. И когда мы не уважаем его или ее, мы начинаем насаждать свою точку зрения. Мы начинаем быть человеком, который начинает войну за едино правильное решение этой ситуации. Вы помните крестовые походы из истории? Наша религия – самая правильная религия в мире. И что? Прошли столетия с тех пор. И мир пришел к тому, что имеет место быть различные религии и лучше жить в мире. Но в семье, как в маленьком государстве, на самом деле действуют все те же правила. Правило номер один. Никогда публично не останавливайте вашего партнера, мужа или жену, бабушку или дедушку, в том, что они якобы неправильно, по вашему мнению, сейчас воспитывают ребенка. Потому что вы учите своего ребенка войне. Вы учите его бодаться вместо созидать или сотрудничать. Вы скажете, если публично не останавливать, то что же делать, если я не согласен? Если вы не согласны, то в мирной ситуации, помня о том, что вы любите своего партнера, вы говорите, знаешь, мне кажется, было бы правильно вот так. И иногда он соглашается с этим. Иногда – ключевое слово. А иногда – нет. Потому что вырос в другой культуре, в другой стране, в другой религии, с другими правилами. Годы ушли на то, что у этого человека, который живет рядом с вами и воспитывает вместе с вами вашего ребенка совместного, есть свое представление о том, что такое правильно. И вот что здесь самое важное – важно уважать. Уважать его, его точку зрения, понимать, что она имеет место быть. И что иногда вы никогда не придете ни к какому среднему арифметическому. Но если вы, вот это второй важный пункт, доверяете, то вы получите великолепный результат. Потому что на самом деле он так же, как и вы, хочет дать нечто хорошее вашему ребенку или вашим детям. И, скорее всего, он это сделает, потому что, ну, он же добился чего-то в жизни, он же вырос, у него есть опыт, он может научить этому ваших детей. Так же, как вы выросли, добились чего-то, у вас есть опыт, и вы можете дать что-то хорошее вашим детям. Здесь нет войны, здесь нет противоречий, здесь может быть прекрасное сотрудничество. Когда вы даете одно, он дает другое. И у вашего ребенка или детей две стратегии. Если к этому присоединяются бабушки и дедушки, четыре или шесть стратегий вместо одной, какой-то унифицированной, непонятной и совершенно не работающей в мире. Ну, нельзя сделать унисекс из воспитания детей. Нельзя сделать уникультур из воспитания детей. Наоборот, можно обогатить ребенка тем, как мы по-разному его воспитываем. И в разных жизненных ситуациях он будет поступать по-разному. И третье, что нужно помнить, что папы могут быть с мальчиками более строгими, чем нам, женщинам, хотелось бы. Потому что если мы, мамы, строгие с мальчиками, мы их ломаем. А если папа строже с мальчишкой, он его закаляет. Папа не поломает мальчика, папа сделает его сильнее. И в конечном итоге серьезно повезет женщине, которая будет рядом с вашим сыном, которого закалил в свое время папа. Потому что на него можно будет положиться, опереться, и он будет надежным. А вот мамы могут заложить ощущение в мужчинах, что женщины, их нужно любить, холить, лелеять, помогать им все время. Мы должны просить помощи у них. Открой дверь, спасибо. Помоги мне донести сумку, спасибо. Помоги мне в такой ситуации. И благодарить все время их. И тогда маленькие мальчики растут с ощущением, я нужен, я сильный, я могу. И это становится нормой жизни. А если говорить о девочках, папы это холить, любить, лелеять и баловать. Потому что очень много женщин выросло недолюбленных. С ощущением вот здесь огромной дыры. И мужчины постоянно должны доказывать, что они хорошие, что они действительно любят, что они достойны их внимания и уважения. На этом ломаются семьи. На этом вырастают стереотипы, что все мужики с во. Но если папа холил, любил, лелеял и баловал девочку, она вырастет очень долюбленной, зная, как это, когда вокруг меня любовь. И она не будет терроризировать мужчин потом в своей жизни. Она будет их любить, они будут любить ее, там не будет войны, будет много созидания. А мама может быть построже с девочкой, потому что мама никак не может поломать девочку. Она точно такая же. Но мы, как мамы, можем спросить, вот это, вот это и вот это, здесь остановись, тебе слишком много. Вот здесь нужно так или так. Но при этом мамы для нас такая же стратегия. Холить, любить, лелеять, баловать и спрашивать с дочерей. При условии, что спрашивать будет последним пунктом, холить, любить, лелеять, баловать будет вначале, то дочери не сопротивляются вот тому, когда мы с ними становимся чуть строже в какой-то момент времени. И говорят, ну окей, ну перешла рамки, окей, возвращаюсь обратно. Вырастет женщина потом из маленькой девочки, гибкая, любящая, которую может легко менять стратегию, которая выросла в любви, поэтому ей не надо забирать эту силу и любовь у всех вокруг нее, которая радостно может ее дарить, которая, собственно говоря, не знает другого стиля жизни, кроме как радость, любовь, ответственность там может быть, очень многие вещи. Прекратите воевать. Начните сотрудничать с вашими мужьями или женами, с бабушками и дедушками. Это только усилит позицию ваших детей. И уважайте, что есть разные точки зрения, имеют место быть, потому что есть опыт, культура, годы, которые ваш партнер провел в этой среде, или вы провели в своей культуре. Их не надо микшировать, боже упаси. Их нужно аккуратно соприкасать, эту культуру с этой культурой, но не перемешивать. И тогда у ваших детей будет некая субкультура и разные совершенно стратегии поведения в разных ситуациях. И они будут более универсальны в этой жизни, которая быстро меняется вокруг нас. Они не будут бороться с другими людьми, мнение которых отличается от их мнения. Они будут уметь с ними сотрудничать, потому что они выросли в семье, где сотрудничали родители. Подписывайтесь на наш канал, рекомендуйте его своим друзьям, знакомым, потому что вы же знаете. На этом канале самые ценные советы. Пишите нам свои вопросы. Пишите, а из каких культур вы сталкивались ли вы в ситуациях, когда ваше мнение одно, у мужа другое. И как вы нашли выход из этой ситуации? Какова ваша стратегия? А мы будем очень рады снять следующее видео на самые актуальные вопросы. Нажимайте на колокольчик и будьте среди тех родителей, которые станут в числе первых, кто получит рассылку о том, что новое видео появилось на канале. До встречи на Femilyis.